Привет! Это Ребуар! У доктора Гнусика вышел новый ролик, называется «Что если построить дачу в ледниковом периоде?» И знаете, я сейчас задаюсь таким же примерно вопросом, потому что опять у меня на улицу пришла просто аномальнейшая жара. Сейчас примерно 33 градуса, я сижу, таю, как зефирыч. Вот поставил даже возле себя вентилятор, чтобы хотя бы немножечко чувствовать себя комфортно, потому что сажусь я за компьютер и всё, сразу меня нету, я растаял. Короче, очень жарко, ну и давайте посмотрим, что же Гнусик нам скажет по этому поводу. Уверен, что будет, как и всегда, интересно и познавательно. Погнали! Ой, какая жара! Даже нарисованный человечек сейчас сплавится. Сейчас мы в прохладу! Та-дам! Да-да-да, это ледниковый период, не благодарите! А почему ледниковый период, а почти нету снега? Постройте мне здесь дачу! Так. Разве не мечта иметь домик в диких прохладных местах со всеми удобствами? Согласен, я тоже хочу такой домик. А? Молодцы, старайтесь! А, кстати, а воду на шведку добрать? А? Кого? Воду? А, кстати, а воду на шведку добрать? Ну да, в воды там прям большой запас. А? И белка из ледникового периода, кек. Ну ладно, это тоже вариант. Так. В настоящее время в ледниках северного и южного полушария содержится почти 70% всей пресной воды на планете. Это чистейшая вода на земле, так как в отличии от грунтовых вод на неё не влияют ни земные породы, ни человек. О! Проблема только в одном. Интересно. Эту воду фиг достанешь. Почему? А почему фиг достанешь? Ну, конечно, достать-то её, наверное, можно, но перетаскивать её с полюсов обратно на континенты как-то затруднительно, мне кажется, будет. Пришлись предприниматели из Канады, которые вылавливают небольшие айсберги у берегов Ньюфонленда, растапливают лёд и разливают талую воду по бутылкам. Нифига себе. А там точно не будет никаких вредных микроорганизмов? Стоимость такой водицы 20 баксов, между прочим. 20 баксов за сколько? За литр? Или за пол-литра? Жесть. Я знаю, о чём вы сейчас подумали. Давай топить лёд во время ледникового периода и продавать сейчас. О, кстати, неплохая была бы идея. Пробовал. Чё-то не пошло. Не увлекайтесь лепить мне всё изо льда. Вон есть же нормальные материалы, деревья, камни. Делайте из них. Во время Второй мировой войны британцы хотели построить авианосец изо льда, чтобы... Чего? Авианосец изо льда? Они не думали о том, что он может растаять? Сэкономить на металле. Сначала думали взять готовый айсберг, немного подрабатывать его напильником, прилепить к нему палубу и двигатели. Но из-за того, что айсберги частенько переворачивали, решили, ну, его нафиг. Отольём лучше с нуля... Только из-за этого? Так. Главное, чтоб не раскололся. А тут кто-то из мышлёночей предложил смешать опилки с водой и заморозить. Получился новый композитный материал и назвали его пахерит. Кто? Пахерит? С водой и заморозить. Получился новый композитный материал и назвали его пахерит. Я всё равно не понял, пахерит? Кого он там пахерит? Мне кажется, судя из названия, не очень хороший материал получился. Прочность пакерита оказалась... А, пакерит. ...с четыре раза выше обычного льда. Ничего. Но таять он зараза не перестал, поэтому для авиан... Было бы странно, если бы он перестал таять. ...потребовалась бы очень сложная система охлаждения. И ещё куча других проблем. В итоге инженеры пришли к выводу, что такой корабль за льда обойдётся нифига не дешевле, чем из обычного металла. Скорее всего. Это мы забросили идею. А почему не работаем? Чё-то, по-моему, ты слишком мало расходников выделил на строительство своей дачи, потому что их всего лишь трое. И как-то... И хрена, походу, у них не получается сделать что-то вменяемое. О, какая ки... А, ну, теперь трое. Было четверо. Киса. Киса классная. Так, ладно, не дёргайте. Сейчас он немножко поест и уйдёт. Я в этом сомневаюсь. Во время ледникового периода смогли выжить в основном особо крупные и шерстистые звери. Например, предок современного страуса был высотой около трёх с половиной метров. Нихрена себе огромная птичка. А весила птичка под полтонны. Вот это птичка. Я хочу такое яичко. Блин, им можно питаться целых два месяца, если оно не пропадёт, конечно. Или ленивца, представляете себе, который достигал шесть метров в длину и весил до трёх тонн. Вот это ленивец. Типа, прикиньте, такой шесть... Трёхтонный, блин, ленивое существо такое лежит. Огромная жесть. Я не понял, вы чё балду снова гоняете? О, нифига себе, нормально уже дом начинает проскакивать. А, соседи пришли знакомиться. Интересно. В начале летникового периода человек уже умел изготавливать каменные орудия, примитивную одежду, строить примитивное жильё в виде шалашей и вел бродячий образ жизни. Неплохо. Питался человек за счёт собирательства ягод, растений и охоты на мелких животных. Так. С наступлением же холодов пришлось охотиться на более больших животных, чтобы добыть себе нормальную шкуру для обогрева и достаточное количество мяса. Так. Сразу обнял себя мамонтом. Сам по себе человек в дико природе конкретное чмо и может схлопотать от любого серьёзного дикого животного. Ну ещё бы. Но суровые условия летникового периода вынудили напрячь извилины и подумать об эффективности коллективной охоты и разделению труда. Ммм, неплохо. Так. Теперь они строят дачу другим чувакам, я так понял, да? Вы, кстати, знаете, для чего ямки-то копаете? А! Всё-таки для себя. Ну, как бы, да, но не совсем. И только для вас, конечно, будет один, но... Блин, жалко их, конечно. Так. Блюда? Копальхем? Что это такое? Копальхем. Традиционное блюдо северных народов. Поговаривают, что своё начало оно берёт со времён ледникового периода. Так. Записывайте рецепт. Давай, записываю. Берём целого оленя. Желательно пожирнее. Пару дней не кормим, чтобы кишечник полностью очистился. Бедный расходный олень. Затем его тщательно душим и бросаем в заранее выкопанную ямку. Тщательно душим? Это как это тщательно? Типа, чтобы он сдох два раза или чё? Посыпаем ароматными травками по вкусу. Так. Для чего присыпаем сверху камнями. А его не надо было распотрошить, чтобы достать все внутренности. Чё, прям вот так вот сразу просто посыпал сразу и это кидаешь. И даже освежевать его не надо, что ли? Ну-ка ещё раз. Серьёзно? Даже с кожей, точнее с мехом и всем остальным. Какой-то странный рецепт получается. Традиционными травками по вкусу. После чего присыпаем сверху камнями. Окей. И оставляем всё это дело примерно на полгода. Что? Там получится какая-то тухлятина за полгода. Или что? Как это называется? Вот когда мясо просто берут, его тоже очень многими специями посыпают. Солью вроде. И отправляют в холодильник. В холодильник, короче. И там ещё ставят, по-моему, вентилятор или что-то такое, чтобы его обдувало ветром. Как же это называется, блин? Забыл. Ну, я думаю, вы у меня умненький, так что напишите. Может быть, я немножечко ошибся в рецепте. Но что-то такое я слышал. Весной мерзлоте мясо не разлагается. Но бактерии меняют его структуру. Вонь получается, конечно, адская. Ну, ещё бы. И самое интересное, в мясе образуются трупные яды. Но если вы местный и натренированный, то для вас этот деликатес будет... Спасибо. Я всё-таки, наверное, обойдусь, поэтому кушай сам. А мясо с трупным ядом я не очень хочу. О, согласен. А, они им предложили домик построить? Откупились, хороши. А ты обойдёшься? У тебя ещё миллион расходников, ещё проси. Хорошая дача. Сразу три дома зато. Да-да-да-да. Да уж. Как раньше люди жили в таких условиях, а? Ну, в начале ты жаловался на жару, поэтому теперь в холоде немножко поживёшь. Кто здесь? Ой, киса. Киса. Куда, куда? Я не подписался на такое. О, потеплело. Ну, ещё бы. Понимаю, понимаю. Захочешь жить Подпишешься и не на такое Такая милота Ролик получился как обычно Мега офигенным и мега угарным Огромное спасибо Гнусу Узнал даже что-то новенькое Про ледниковый период Но хотелось бы вообще узнать Как он произошел Знаю то, что от падения метеорита Но хотелось бы подробнее Короче, шикарный видос Огромное спасибо Гнусу за его контентик Но если вам понравилась моя реакция Не забывайте ставить под ней лайки Обязательно подписывайтесь на канал Оставляйте комментарии Но с вами как всегда был Рибон Всем спасибо за просмотр Всем пока